Вот в таких условиях живут люди на Среднефонтанской 29. Обвалы здесь начались еще в далеком 2007 году. Аварийный дом дышит на ладан. Жильцы уверены, ремонтные работы здесь нужно было проводить еще лет 10 назад, когда еще было что ремонтировать. Теперь же ни одна бригада не берется за эту работу, потому что они попросту боятся упасть вместе с домом. Крайний обвал случился 21 мая этого года, 2020. Да, действительно, обвалов у нас уже было много, очень много. Несколько серьезных обвалов было, начиная с 2007 года. В 2007 году упала первая часть фронтона нашего, это стена. В 2016 вторая часть стена полностью уже упала. Валентина вместе с мужем готовы были отремонтировать все за свой счет. Но после последнего обвала ремонт вообще не имеет смысла. Эксперты после обследования поставили дому диагноз. Технический износ здания более 80%. Мы хотели ремонтировать за свой счет, пытались, приглашали ремонтников, которые, ну, независимых, которых нам должны были поменять окна хотя бы, двери, они не взяли за эту работу. Обращения в различные структуры не помогают, как и многочисленные митинги перед мэрией. Проводить любые ремонтные работы самостоятельно ЖКС запретил. Люди уверены, что окончательно решить их проблему сможет только с расселением. Обращались мы везде. Вот переписка у нас просто толстенная, толстенная, вот такая вот толстенная папка этих всех ответов. Крыша рушится. Вы можете посмотреть. Крыша почти уже все упала, блокон обваливается. Мы не можем это сделать, потому что даже ЖК не разрешает это делать. ЖК сказал, если вы начнете делать, то есть, что какие-то будут последствия, там, если вас, типа, прибьет или что, мы отвечать за это никто не будет. Жители дома опасаются, что к их дому профильные чиновники вернутся только тогда, когда он полностью обвалится. А зима близко.